Сегодня будет выпуск про керлинг. Девчонки, банальный вопрос. Дом у вас как? Частота, порядок, все нормально? Нет, у меня ровный ресурс. Слушай, ну вид потрясающий, конечно. У вас команда по внешнему виду отбирается. Так, что надо делать? Мы говорим, откуда у нас в стране зенит тренера по керлингу? Честно. Ну, в игре 8 эндов, то есть 8 периодов. В каждом периоде... А что вы, собственно, сделали, чтобы вас воспринимали серьезно, как вид спорта, олимпийский вид спорта, сложный, трудный? Нет. Народ, всем привет! Вы находитесь на канале «Знай наших». Меня зовут Евгений Бавыкин. Сегодня будет выпуск про керлинг. Привет. Меня зовут Мария Комарова. Я мастер спорта международного класса по керлингу. Привет. Меня зовут Ковалева Алина. И я заслуженный мастер спорта по керлингу. В Санкт-Петербурге осенью 2020 года открыли вот такой замечательный центр керлинга. У вас команда по внешнему виду отбирается? Нет, так получается. Почему сборная России по керлингу самая красивая в мире? Потому что мы самая красивая. Женская сборная. Потому что мы самая красивая. Девчонки, банальный вопрос. Дом у вас как? Чистота, порядок? Все нормально? У меня робот-пылесос. И у меня порядок. А так я вообще ненавижу мыть полы. Это никак не составит со с керлингом. Мытье полов – это вообще, не знаю, нелюбимое. Меня папа пытался заставить помыть полы, как я в керлинг пришла. Но не дождешься. Там не будет вот так? Нет. Слушай, ну вид потрясающий, конечно. Смотри, ты едешь в стойке 4 метра и должен отпустить камень тахту. Через 30 метров он пришел в нужную тебе точку. Ну, ехать в стойке я не пробовал, конечно. Ну, что поделать? 20 килограмм. Да, один камень 20 килограмм. Сделан из гранита. Такая поверхность у него. Он вот на этой поверхности катится. Угу. И лед должен быть чистый, без царапин, без всяких грязи. Боевой, да, товарищ? Да. Он, мне кажется, не замолкает никогда вообще. Вообще никогда. В отличие от своих братьев, которые молчат за временем. Такого нет. Она за всех говорила. Да я их полная противоположность, поэтому. Султан, ты чего? Так, что напевать? Тебе нужно сесть с правой ногой в колодку. И правой рукой взять камень. А это что? Это перчатка. Да. Да можно вот так все? Только не порви. Не поднимай камень, они должны. Уууу, краски. Так, что надо делать? Да ты просто должен их катить. Всем привет. А ты будешь тереть? Давай. Давай я вот здесь чуть-чуть, аккуратно. А ты не вернулся? Не вернулся? Не вернулся. Не вернулся. Так. Давай теперь расскажите, как тренировать вот это катание. Чтобы... Ну, есть множество упражнений для баланса, без щетки, без камня. Мы просто выталкиваемся, опускаемся, делаем опускание. Либо стаканчики берем, ездим со стаканчиками. Ну, в общем, кучу всего можно придумать. И на самом деле требуется всего пару, может, месяц-полтора, чтобы этому научиться. Ну, а есть какая-то наработанная уже методика тренировок? Именно отработать вот этих навыков на сегодняшний день? Ну да, мы тренируемся по плану. По какому-то. Мы сами создаем, да, план. Либо наш тренер создает нам план. Вот давай про тренеров поговорим. Откуда у нас в стране взялись тренера по керлингу? Честно, совсем не знаю. Ну, ты-то можешь, я знаю. Ты постромничаешься, ты расскажешь. Ну, как у нас керлинг зародился, сколько там, 27 лет назад в России. А где первые команды, где появились по керлингу? В Санкт-Петербурге. То есть Питер, да, как бы. Историческая родина российского керлинга. Да. В игре восемь эндов, то есть восемь периодов. В каждом периоде восемь бросков у твоей команды и восемь бросков у соперника. И в конце этого периода нужно, чтобы максимальное количество твоих камней было ближе к центру. Ну, после того, как все камни прокиданы, вы считаете очки и начинается следующий период. Ну, чтобы сопернику было сложнее выпить камни, мы как-то как раз таки составляем какие-то заманухи. И, типа, и оставляем камни до дома. То есть, получается, мы не просто играем в открытом доме, что можно было взять и выпить камень. То есть, как преграду какую-то. Да, мы оставим преграду, чтобы сопернику было сложнее добраться до наших камней. А тереть зачем? Ну, мы трем, и мы, получается, немножко помогаем камню этим направлением. Направление. Получается, мы трем, создаем маленькую такую вотяную, невидимую пленку. Хорошо. Сколько человек в команде? Четыре человека в команде играют. Кидает каждый или один человек кидает? Кидает каждый под два броска. Получается, кидаем мы один камень, другой камень играет соперника. Слушаю, что все зависит от того человека, который бросает камень от силы, которую он придает камень. Правильно я понимаю? А вы только сопровождаете скольжение этим. Ну, с фитом можно просто корректировать немного траекторию камня и немного... И скорость. Да, возле низкого пути. Так, это щетка. Это щетка, да. Где ее купить можно? А, где? В магазине для герлинга. Она легкая вообще. В этом магазине, да. Очень легкая. Да, мы вот, у нас меняются вот эти подушки. Мы их можем снять. Насколько хватает подушки? Слушай, ну на соревнованиях мы стараемся менять каждые две игры. Угу. Вот. Те, кто трет много, и если у нас есть много, получается, вот этих насадок, то мы можем менять каждую игру. То есть, значит, трет много. Можно тереть поменьше, что ли? Да, у нас получается... Ну, у нас первый, первый, второй номер, они трут, получается, сколько камней? Шесть камней. Шесть камней. А те, кто, например, как я, стоит вице-скипом, я тру четыре камня. Она вообще не трет. Потому что она капитан, она управляет игрой, она... Ты вообще играешь, нет? Да. Или ты просто стоишь? Я только решаю в конце. Да, она в конце. Она стоит, она нас кричит, она в конце решает. Вообще, какая страна самая крутая, ну, помимо, естественно, России? Ну, Канада, естественно, Швеция очень сильная, мальчики и девочки. Шотландия. 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 Ну, если вот, например, взять там Канаду, Швецию, у них это организовано так же, как у нас? Нет. Или это больше любительский вид, и дальше они уже там какой-то отбор делают? Нет. Ну, вот в Швеции есть несколько команд, которые вот прям тоже играют в чемпионат Швеции и ездят на соревнования. Но у них там топового уровня, там, мы были на Олимпиаде именно одним составом. Кто их финансирует? Страна. Коммерческий контракт? Ну, получается, да, у них есть спонсоры. Ну, как я знаю, что, например, в Швеции нет зарплат. Что, типа, им оплачивают питание, перелеты, вот. Но у них нет таких зарплат, как каждый месяц, как у нас. То есть, там, ты сидишь, там, на зарплате, и все. Нет, у них такого нет. Они выигрывают на турнире очень много денег. У нас очень хорошие денежные призы на всяких прям слаймов соревнованиях. Ну, вот наиболее популярный он в Канаде, да, он, наверное, второй по популярности после хоккея. Ну, то есть, это что-то из разряда вот футбол-хоккей. Для нас, для них это керлинг-хоккей. Поэтому у них там в каждом маленьком городе, не знаю, где 30 тысяч населения, по 10 керлингских арен, катков. Ну, не арен, у них там керлинг-клуб, это такой небольшой клуб, но он вмещает в себя там порядка 6-8-10 дорожек. И все вот приходят, занимаются керлингом, и у них там даже вечерние какие-то лиги проходят, где старые и старенькие бабушки и дедушки приходят, играют в керлинг, им очень весело. И очень много приходит народу посмотреть на керлинг, когда вот проводят такие соревнования, как Grand Slam, этот турнир. Очень, трибуны постоянно все забитые, в основном пенсионерами, они любят там картошечку поесть, понаблюдать. То есть, то, что для нас экзотика, для них это форма досугая. Да, естественно. А у нас это так, это что-то такое? Ну да, да. А что вы, собственно, сделали, чтобы вас воспринимали серьезно, как вид спорта, олимпийский вид спорта, сложный, трудный? Ну, помимо внешнего вида, естественно, а что-то еще? Вы рассказали о себе, показали вид спорта, как-то его под нужным углом? Не знаю, ну, наши игры транслируют, получается, по Match TV. Мы там можем, конечно, свои пять копеек ставить где-нибудь в Инсте, выложить пост или, не знаю, прийти там, может, какую-нибудь газету что-нибудь рассказать или на какой-нибудь канал. Я думаю, что возникнет логичный вопрос. А ты замужем? Да, почти, на грани. Ну, что значит, почти? Ну, по поводу, да. Почти развелась? Почти? Нет, я почти замужем. Ну да, вот у нас такая самая известная пара. Мы с женой играли микс-дамбл на Олимпиаде, заняли третье место, но там не очень приятная ситуация сложилась, и у них набрали медаль. А вот, кстати, насчет этой неприятной ситуации, ну, неужели на самом деле мельдронат, ну, как-то так сомнительно? Да нет, конечно, это бред полный, и все прекрасно понимают, что это не по его вине произошло, потому что мельдонис совершенно никак не влияет на кирлингистов, и я не знаю, чем он может помочь, и я думаю, что за таблетку одну или полтаблетки на соревнованиях ты ничего не изменишь. Ну, всем все понятно, но никто об этом не любит говорить. Ну, то есть, такое некое лукасство присутствует, да, что спортсмен там сам виноват, сел в мельдоне, и у него его обнаружили, да? Ну, кто-то так считает, но мы все знаем, что это не так. Ну, это же официально, официально есть ли такая, что ли? Ну, да, но, естественно, спортсмен не признал свою вину, потому что он ни в чем не виноват, это не по его вине было, поэтому... А медаль ушла? Медаль ушла, да. Субтитры сделал DimaTorzok